Новое здание Центру реабилитации «Олеся» нужно как воздух уже не один год. Поток желающих посетить его уникальных специалистов растет, а вот возможности центра пока ограничены размерами тесных кабинетов. Федеральной поддержки для решения проблемы в городе ждали много лет, поэтому в мэрии решили обойтись своими силами. И начали реконструкцию закрытого детского дома. Социальная инфраструктура – это один из приоритетов развития Новосибирска. Поэтому до конца этого года также планируют достроить и шесть новых школ. В том числе уже в мае открыть и коррекционную номер 37. Александра Медведенко продолжит. Полтора сантиметра. Проедут, нет? Лишний сантиметр может стать непреодолимой преградой, поэтому внимания здесь к каждой детали. Даже самой маленькой. В бывшем детском доме в Дзержинском районе после реконструкции вновь будут помогать детям. Особенным. Уже в сентябре реабилитационный центр «Олеся» переедет в обновленное здание. Новоселье ждали очень давно. Поворачиваем, ручку поворачиваем и эту ручку поворачиваем. 25 лет реабилитационный центр, где помогают детям с ДЦП и другими патологиями, работает на первом этаже общежития. Места не хватает. В одном кабинете занятия приходится проводить разным специалистам. Строительство масштабного комплекса планируют уже давно. Четыре года назад во время визита в Новосибирск вице-премьера федерального правительства Ольги Голодец ей показали стройку перинатального центра, который до сих пор не сдан. Тогда же представили проект большого центра «Олеся». На просьбу о помощи Голодец одобрительно кивнула. Стоимость проекта по смете – полтора миллиарда рублей. Город зарезервировал участок земли под строительство, подготовили документы, но поддержки федерального центра так и не дождались. Рассчитывали на федеральную программу, несколько лет мы входили, предусматривали, но не получается. Ждать дальше просто невозможно. Мы нашли способ, нестандартный способ взять за основу заброшенное здание. Это реконструкция этого здания. За счет своих ресурсов, городской бюджет, напрягшись. И очень хорошо, на мой взгляд, неплохо. Хорошо получается. Реконструкцию проводят по новым стандартам. Для маломобильных воспитанников пандусы, поручни – все продумано. С переездом и площадь центра увеличится в разы. И возможности реабилитации расширят. Мы ставим задачи с муниципалитетом создать благоприятные условия для реабилитационного процесса, потому что это очень сложный, многокранный процесс. Создание нормальных условий труда для того, чтобы специалист занимался с ребенком, ему необходимы нормальные условия труда. Поэтому оптимизирует количество детей, безусловно, увеличится. Главное – это специалисты, поиском которых уже занимаются. И, как отмечает директор Олеси, в первую очередь, переезд повлияет именно на качество реабилитации детей. Внимание к развитию социальной инфраструктуры повышенное. Ведь это городской приоритет. Все проекты под контролем мэра. По графику у нас когда? У нас в 1 сентября следующего года. На этой стройке пока только сваи забили и готовят основу для фундамента. Но подрядчик с уверенностью говорит, когда в Южно-Чемском микрорайоне сдадут школу. Мы же живем в Сибири, поэтому надо успевать в летний период, а уже зимой стараемся войти в отделку. И вот за зиму, вот, 18-го года мы должны в основном войти в отделку, а уже по весне, к 1 сентября в основном благоустройство и все. Директора для будущей школы тоже нашли. Елена Третьякова экспертным взглядом оценивает, как идет строительство. Если сравнивать учебное помещение, кабинеты, они просторнее больше. Три спортивных зала, что полностью закроет количество потребностей в этом направлении. Огромные библиотеки. Уже предусмотрено помещение для групп продленного дня. Безусловно, лаборатории все, в том числе и для робототехники. Огромные помещения для уроков технологии. Сейчас в городе одновременно строят и реконструируют 8 школ, причем несколько из них уже по проверенной схеме. Муниципалитет договаривается с застройщиками и подрядчиками, которые начинают работу за собственный счет. Ждать федеральных денег можно долго, а школы нужны уже сейчас, особенно в быстро растущих микрорайонах. Это корпус новой школы на микрорайоне «Чистая слобода». Темпы строительства, по-советски, передовые. За два с половиной месяца возвели три этажа. И на качестве строительства это никак не отражается. За этим пристально следят не только архитекторы и городские власти, но и жители микрорайона. Строителям поставили задачу сдать школу в этом году. В идеале 1 сентября здесь должны начать обучение 1100 детей. Всего же до конца 2018-го в Новосибирске планируют построить 6 школ. Ближе всех к открытию 37-я для детей с особенностями здоровья. Ее планируют сдать в мае.